Привет, друзья! Меня зовут Хатун и это Сова Блог. Давайте обсудим первую неделю после выборов, которую мы шумно и протестно уже пережили. На всякий случай напомню, что 31 октября в Грузии прошли парламентские выборы, которые приковали к себе, разумеется, меньше внимания международного сообщества, нежели американские, но одного мы все-таки добились говорить о политике, стала трендом не только среди водителей такси. Заявляю об этом со всей ответственностью, потому что я тоже принадлежу к числу новорожденных диванных политических обозревателей. Короче, это сейчас мейнстрим. Но это не точно. Грузия живет в условиях стандартного набора информационных потоков, которые проявляются при каждом маломальски значимом событии. По моему убеждению, прекраснее всего они в интернете. Я расскажу, над чем мы тут дико смеемся, но давайте начнем почти сначала. Это был странный вечер 31 октября. Это был прекрасный субботний вечер. Как обычно бывает, перед бурей наступило недолгое затишье. На короткое мгновение политики всея Грузии были счастливы. Иделия продлилась примерно пару часов. Кандидаты принимали поздравления, заявляли о победе, много улыбались и устраивали фейерверки. Лично мне на какой-то момент показалось, что им что-то подмешали в напитки. Между тем, простые смертные, вроде нас, прижавшись к экранам телевизоров или шерстя интернет, пытались разобраться, кто же все-таки победил. Гром грянул после того, как Центральная избирательная комиссия Грузии обнародовала предварительные результаты голосования. Информация о том, что правящую партию поддержали почти 50% избирателей, вывела из себя из офисов оппозицию, которая двинулась в сторону парламента. Это было единение всех единений. Были восстановлены давно разорванные узы. Зарождались новые отношения. Крепла вера в Бога. Между тем, в партии власти заявляли, что к парламенту стягиваются силы зла. И действительно, колдовские происки очень скоро дали о себе знать. С коронавирусом слегли премьер, министр финансов и глава администрация правительства. А Бедзин Иванишвили, основатель грузинской мечты, вообще исчез с лица земли. Впрочем, возродился на просторах интернета в качестве мема для части общества. Он вместе с председателем Центральной избирательной комиссии Тамар Жвания переродились в фальсификационную Химеру. У этой же части общества появился новый антигерой, на которого раньше внимания не обращали. Все та же Тамар Жвания, которая здесь уже предстает без Бедзина Иванишвили и со счетоводами Центральной избирательной комиссии. Кстати, хочу обратиться к ЦИК. В моем лице вы потеряли суперсотрудника, потому что если математика, о которой в интернете ходят легенды, действительно имеет место быть, то я совершаю ошибки даже при подсчетах на калькуляторе. В общем, теперь серьезно. Резюмирую. Оппозиция не признает итогов выборов. Кандидаты, прошедшие в законодательный орган, единогласно отказались от своих мандатов. Каждый день то у здания ЦИК, то у парламента, то еще где-нибудь проходят акции протеста. Грузинская мечта, между тем, особенно не разглагольствует и готовится ко второму туру в 16 мажоритарных кругах. От партии власти в основном выступает известной своей прической Ираклий Кобахидзе. Я уверена, что поствыборная лихорадка еще какое-то время нас не отпустит. А вы согласны с итогами выборов? Напишите свое мнение в комментариях, не забудьте поставить лайк сове. Меня зовут Хатун, это был Сова Блог. До следующих выпусков.